Сельхоз производителей области проверяют на соблюдении трудового и налогового законодательства. Мордовский район стал седьмым по счету, который посетила рабочая группа, созданная по поручению Олега Бетина. Ее основная задача – выявить факты использования нелегальной рабочей силы, занижения урожайности и неуплаты зарплатных налогов. Что из этого получилось? В сюжете Инны Лызо. К приемной главы Мордовского района подтягивается народ. На этот раз не помощи просить, а отчитаться. 20 руководителей местных хозяйств, на которых в основном и держится сельское хозяйство района, должны доказать, что в отношениях со своими сотрудниками они честные работодатели. Самое главное, что в первую очередь интересует участников рабочей группы, размер официальной заработной платы. У нас 1 апреля минимальная заработная плата в Тамбурске области – 7 тысяч рублей. Это тоже, как бы, те проверки, которые мы проводим, тот мониторинг, который мы осуществляем, говорит о том, что то ли не все знают, но, наверное, больше лукавят. Потому что информации было достаточно. Есть и 5 тысяч, есть и того меньше. Гендиректору хозяйства имени Ленина возник именно такой вопрос. Здесь средняя зарплата – 7 900, то есть чуть-чуть выше минималки. При этом хозяйство крепкое. В его пользовании около 2 тысяч гектаров земли, на которых трудятся 25 человек. Это как постоянные, так и наемные рабочие. Но не все, говорит Василий Чекалин, выдерживают тяжелый труд в поле. Отсюда и такие показатели по зарплате. Люди приходят и уходят. Я вот скажу, день, два, неделю могут работать. Все. И они уже не выдерживают систему. Кто постоянно работает, у них нормальная зарплата. 18-20 тысяч. При хорошей урожайности, замечают участники рабочей группы, размер заработной платы можно и нужно повысить. А пока мелкие сельхозпроизводители, похоже, ведут двойную игру. Передовые хозяйства области давно приняли решение вести честные правила, то есть предоставлять реальные отчетности. Обманывать нет смысла. Государство создает необходимые условия для развития растеневодства. Например, субсидирует кредиты. Кроме того, возросла стоимость на выращенную продукцию. Никто из работников у меня не обижается. У меня постоянно идет прибавка заработной платы. А этот год, дай Бог, покажет. Проехав семь районов области, выводы рабочей группы неутешительные. Поднять и вывести из тени все зарплаты селян пока не удается. В результате бюджет недосчитывает огромные части дополнительных налоговых и неналоговых доходов. Это приводит к тому, что недостаточно средств на решение первоочередных местных нужд. А это и ремонт дорог, и благоустройство территории. А люди, которые работают на земле, лишены целого ряда социальных льгот. Их будущая пенсия вообще под вопросом. В оправдании своих незаконных действий рабочая группа чаще всего слышит от работодателей простые отговорки. Трудовые отношения не оформляются. Ссылаются на то, что это мой родственник, это мой сын, это моя жена. В общем, очень много родственников всегда возникает. Получается, что при использовании нелегальной рабочей силы в проигрыше в первую очередь люди, которых, по сути дела, без всяких со своей стороны гарантий эксплуатирует работодатель. Пока никаких карательных мер к нарушителям трудовых отношений не приняли, рабочая группа настроена на диалог. Но если нарушения в отведенные сроки не будут устранены, к нечестным работодателям будут применены санкции – от административных до уголовных. Инна Лозу, Андрей Корабельников, Елена Авдеева. Область новостей.